Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня со мной ещё Айзенберг, Донг и Алекс, мы сегодня будем играть в Контролз, да, знаю, давно серии не выходили, но ребят, поставьте 4000 лайков под этим роликом и новая серия Контролз выйдет, ну мы начнём её записывать, потому что сейчас немного сложно записывать Контролз, начался сентябрь, у всех и университет, там школа, куча всего-всего, тяжело набирать людей, потому что с утра никого нет, я записывался с утра, очень сложно. В общем, сейчас мне повезло, я смог собрать трёх человек и мы будем записывать Контролз для вас, дорогие друзья, вот, поехали, 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 начнём игру. Сгенерируется карта и, о, я первый хожу, очень круто, блин, на этой карте мы, кстати, уже второй раз играли, на этой карте мы играли, вот, не попадаются на новые карты, почему-то не везёт. Так, у нас Алекс ходит. Зенберг у нас играет впервые, да, Зенберг? Да, да. Ну, надеюсь, ему повезёт хотя бы занятие, там, какое-нибудь последнее место, первое, второе, третье, вдруг ты выиграешь, а, Зенберг, да, вдруг ты выиграешь, прикинь, затащишь каточку. Может быть, да. Ну, ты ходишь в последнем, это самое такое сложное, ходить в последнем, понимаешь, тяжело, тяжело выиграть, когда ты ходишь в последнем, очень сложно. Так, ну что ж, у нас там Алекс ходит, я вот хожу первым, мне повезло, в принципе, есть шансы на победу, достаточно большие, такие весомые, но, ещё посмотрим, ещё посмотрим, как у нас карта ляжет, так сказать. Там Донг ходит с той стороны, с этой стороны Зенберг ходит. Вот, чем больше клеток ты захватываешь, братан, тем больше ты можешь ходить, поэтому старайся заходить как можно больше клеток вначале. И, если ты нападаешь на клетки врага, ты их жрёшь. Ну, то есть, соответственно, если ты пятёркой нападаешь на пятёрку, то у вас 50 на 50 процентов шансов, что ты её сожрёшь, либо не сожрёшь. Так, 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 сюда, так, одну кнопочку сюда поставим, и эту семёрочку поставим вот сюда. Сходил. Вот, соответственно, нужно будет жрать башни противника, вставить оборону, потом, понимаешь, чем больше клеток ты захватишь. Поэтому сейчас захватывает как можно больше клеток, чтобы у тебя было больше энергии, чтобы ставить больше обороны. Я что? Да, и, соответственно, ты можешь тимиться с кем-нибудь там, ну, типа, всё равно тимиться нет смысла, потому что выигрывает только один игрок. Поэтому человек, с которым ты затимишься, может легко войти тебе в спину и пожрать всю твою энергию. Тогда у тебя не будет энергии, чтобы ставить башни, это очень опасно. Карта достаточно большая, я думаю, игра будет долгой. Ну, относительно долгой, то есть не очень долгой, но такой, немного затяжной, возможно. Максимум, наверное, будем играть где-то час двадцать, потому что карта не самая большая, вроде, ещё больше есть карты. Но одна из больших, я бы лучше поиграл на какой-нибудь маленькой карте и недолгую бы игру бы замутил. Потому что игры разума, это, конечно, прикольная тема, но иногда по два часа очень тяжело смотреть. Так, ставлю сюда энергию, ставлю сюда энергию и поставлю ещё вот две энергии сюда пусть будет. Отлично. Алекс тоже захватывает всю заднюю часть, хочет как можно больше энергии съездить. Никакой агрессии пока среди нас нет. Я думаю, ближайшие три-четыре раунда агрессии, нет, даже не три, а два-три раунда агрессии никакой не будет. Всё будет достаточно спокойно. Вот, агрессия начнётся где-нибудь через три раунда. Через три раунда уже будет какая-то агрессия, первые столкновения. Вот, уже начнутся. Но тут опасно. Слишком много нужно защищать вот этой стороны. Справа-то для меня, тут и слева защититься изи. Как бы ничего сложного нет. А вот спереди, да, тут будет опасная битва. Донфан как-то странно захватывает свои эти точки. Очень странно. Странная стратегия у чувака. Так, зембер тут входит. Вот, зембер начал ходить свои... Аккуратно. Ты, кстати, можешь случайно закинуть свою энергию в тупик, и тогда ты не сможешь и ходить. Потому что ты не можешь ходить по своему клетку, которую ты уже сделал. Только по пустым либо по чужим, понял? Понял. Если ты зажмешь свою же энергию в своих клетках, то она будет useless. И ты по факту ее потеряешь. Ну, потеряешь до тех пор, пока никто до нее не дойдет. Ну, кто-нибудь тебе ее не откроет, короче. Так. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Отлично, пока оставляем. Так, так, хорошо. Так, здесь пока поставим вот так вот. 32 энергии, неплохо. Поставим восьмерочку сюда, поставим восьмерочку сюда. Одну сюда поставим. Одну поставим вот сюда. И четверочку можно еще запулить вот сюда. Отлично. В принципе, пока у меня все очень даже неплохо. Я даже сказал, очень хорошо. Сейчас главное правильно раскинуть энергию, потом правильно поставить свою защиту. И все будет вообще отлично. Восьмерки Зенберга очень близко, поэтому здесь свои поставил. На всякий случай, что он, если пошел в эту сторону, то я от него и защитился. Ну, не думаю, что он сюда пойдет. Почему-то не высказывает, что все будет отлично у меня. Алекс тоже тут захватывает свою территорию. Смотрите, неплохо. Ставит тоже какие-то башни. Но никто из них еще не захватил этот переход. Это самое главное. То есть тут в любой момент может быть в него влететь. Тут буквально Донг может в своей восьмерке все-таки пойти. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И уже быть на территории Алекса. Вот я в этом плане обезопасил себя. Обезопасил, построил здесь защиту. С стороны Зеленого у меня все так схвачено, так сказать. Схвачено, да. Все спланировано. Так, что они там будут делать? Ну, вот Зенберг последний ходит. Им очень тяжело в этом плане. Он еще первый раз играет. А вот Донг, кажется, зажал свою энергию. Смотрите, сзади. Да, да, да. У него тут троечка. Он один раз ее сходит, и все. И двоек у него остается здесь. Он уже потерял одну энергию. Потому что допустил ошибку. Вот как раз таки. Видишь, Зенберг? Какие ошибки нельзя допускать. Вижу. Вот здесь в конце у него, видишь, двоечка осталась. Он ее зажал. И в итоге у него здесь останется две энергии до тех пор, пока никто ее не откроет. Можно только, если кто-нибудь до туда дойдет из противника, тогда он сможет ей ходить. Она еще взята, понимаешь, в углу. То есть, оттуда противники будут доходить в самый последний момент. Ты сейчас зажмешь свою восьмерку, если пойдешь туда. Аккуратно. Ты зажал свою восьмерку. Алло, Зенберг, я только что про это говорил. Ты что делаешь? А я тупик. Я же тебе говорил, что не нужны ворота, но ты сейчас просто руинишь себе катку. Ты понимаешь, что ты до восьмерки теперь ходить не сможешь? Я же тебе сказал, что по своим клеткам ходить нельзя. Ой, Зенберг. Ой, ой, опасная игра. Опасную игру-то за тебя, братан. Ты не можешь ей ходить, ты сейчас должен скипать. И сейчас ставить башни, да, ставить башни. Ставь так, чтобы можно было ими ходить и не зажимай их. Ну, я же тебе даже предупредил, я тебе помочь пытался. Ну, Зенберг, я все понятно. Тут самый опасный противник, я так понимаю, это Синий. Синий что-то знает, Синий что-то знает. И он еще напротив меня. Был бы он наискосок от меня, не было бы никаких проблем. Был бы спереди меня дома, справа Зенберг. Вообще бы никаких проблем не было, но проблемы все же появились. Это плохо. Не все так просто. Так, ну что, у меня здесь, в принципе, все схвачено. Так, это пока сюда. Это вот так, вот сюда. Сейчас пятерочка пойдет вот сюда. Здесь у нас мы пойдем вот сюда, 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 сюда. Еще одна восьмерочка, мы ей пойдем. Я подумаю, куда я ей идти. Сначала этими всеми расхожусь. Вот эту вот точку хочется захватить сразу же. Вот эту точку хочется захватить, эту хочется захватить сюда. И этими троечками сделать вот так. Ладно, этой восьмеркой все-таки пойдем в эту сторону. Таким вот образом. Три, два, один. Хорошо. Все, я вроде потратил почти всю энергию. Осталось только вот этой пятерочкой, которую можно как-нибудь реализовать. Например. Можно, конечно, пойти Зенберга кушать. Но ладно, пока не будем на него агриться. Сделаем вот так. 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 И вот так. Одна ячейка, конечно, здесь слиется, но мы ее сразу же так поставим. Сделаем здесь две башни, чтобы Зенбертон у нас не шел. Ну, а с этой стороны, чтобы у нас всякие Аликс и Дмитрий не входили. Мы делаем вот так вот. Все, абсолютная защита называется. Тактика. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Здесь ничего, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей, поставлю здесь так. Здесь дальше он никак не дойдет. Поэтому троечки здесь вполне будет достаточно. Да, и мы ее потом здесь выведем. Так, и 5 энергий у меня еще есть. Куда бы я мог ее влить? Подумаем, куда бы я мог эту энергию. Да, в принципе, ладно. Поставлю просто здесь еще одну башню. Просто ее потом отсюда выведу, да и все. Одна башня у меня будет закрытая. Но ничего страшного. Это вполне нормально останется здесь. Надо было все-таки немного в Зенберга подальше войти, чтобы поставить больше своих башен на его территории. Да не, нормально. Да не, нормально, нормально. Нормально, говорит, нормально. Нормально ему там. Все, у меня сейчас абсолютно защищенная территория. Но как бы нет, это один слой брони. Это на самом деле не защищенная, не абсолютно защищенная территория, а защищенная так себе. Но тоже можно что-то предпринимать. Сейчас, правда, у меня начнется уже война на два фронта. На синего и на зеленого. Опасно, опасно. Ну, желтый, конечно, мне там пока не представляет никакой угрозы. Но придется воевать. Придется воевать, причем воевать жестко. Все зависит от того, как зеленый поступит, а как синий поступит. Как они сделают все свои действия. И до того, может, будут уже играть. Пока еще ничего не понятно. Мои шансы на обеды такие же, как и у всех. Ну, за то, что я ходил первым, да, у меня плюс там где-то процентов 10 на шанс на обеды. Но это чисто рандом определяет, как вы ходите. Все могут ходить и последним. Здесь уже система определяет, кто будет ходить первым, вторым, третьим и так далее. Вот так вот, значит. Ну, видите, справа никто не занимает эту часть, а зря. Потому что, я говорю, здесь справа может в любой момент зайти противник. Вообще не понимаю, почему дом к нему не зашел там до сих пор. Ну, такой у него следующий лорд, может быть, он затеивает что-то. Может быть, может быть. Там прям открытая спина такая. Нет, зря я тут беспокоился. То есть, я думал, что здесь будет прям какая-то жестяка. Хотя, я знаю, как я сейчас буду действовать. У меня появился офигенный план. Просто офигительный план. У меня реально топовый план появился. Вот как бы вот эта позиция, вот моя позиция, здесь намного лучше, чем у него. Потому что у меня ячеек больше. Ну, здесь у него, правда, все открыто. Да смотри, смотри, у тебя здесь открыто, дом может в тебя войти. Ну, ладно, закрывай, закрывай. И троечки свои делай. Вот не слушает меня, не слушает меня, глупец. Главное, чтобы сейчас все прокнуло, то, что я придумал. А дом хуже ходит, да? И в дом все, входит просто в чувака. Вот о чем я и говорил. О чем я и говорил, парень просто забил на то, что у него сбоку все открыто. Я даже подсказывал ему, что ему нужно что-то закрывать, но как-то Алекс Дмитрий разочаровал меня. Он прямо собрался со мной драться, прямо дико-дико со мной драться. Но, к сожалению, это была ошибка. Потому что сейчас я его еще здесь и разнесу. Потому что у меня есть небольшое преимущество. Он почти все закрыл, кроме вот этого края. А у меня как раз таки с этого края я и буду заходить. Сейчас давайте восьмерку, я преврошусь в семерку. И не буду на его восьмерку. Таким образом, я потрачу меньше энергии, но должен его сломать на единичку. Как раз у него должна единичка остаться, там 25% шанса. А, Донх закрыл свою восьмерку, тоже красавчик. Кривец, сосед, дырог. Да, они вот с Айзенбергом, видимо, это... Профессионалы по закрыванию своей же энергии, как бы. Шарят, шарят, шарят. Ну, годы тренировок. Да, годы тренировок. Я бы на месте Донха сейчас немного усилил бы защиту, потому что со стороны Айзенберга, он может с восьмерками войти в него. Но Донх что-то там в Алекс Дмитрия прям восьмерки ставит жесткие. И захватывает этот проход. Что голос мне немного охрип, все это время говорить. Зенберг теперь ходит, Зенберг давай. Что ты будешь делать? Из-за того, что в прошлый раз просрал восьмерку, которую ты мог поставить, ты сейчас очень много энергии потерял, но ничего страшного, братан, ты еще можешь выиграть. Тут она у тебя, видишь, как бы еще не в конце стоит, не в какой-то заднице. То есть, если кто-то через тебя пройдет, то он ее может открыть. Зачем ты закрыл свою пятерку? Так я умный. Ладно, Зенберг делает какие-то странные вещи, и надо его сразу же убить, походу. Чтобы получить твою энергию, потому что ты очень странно играешь. Может, не надо тебя убивать, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что я буду с тобой делать, еще не решил. А вот в желтый мне сейчас нет смысла воевать, потому что мы с ним наискосок стоим, он там в синего входит красиво. В синего там уже плохо. Зенберг, ты будешь ходить? У тебя восьмерка последняя осталась, ты что-то там решаешь. Игры разума у тебя в голове. Я думаю, да. Ты мог думать, когда не твой ход был, как бы. Кстати, если ты будешь долго стоять, то тебя кикнет за АФК. Там как раз написано тебе в чат, потому что типа сейчас тебя за АФК. Как раз написано, да. Не кикнет, а скипнет. Сейчас если ты будешь так долго думать, то тебя скипнет реально. Ты что? Давай, думай. Куда ходить? Как ходить? Давай, входи. Если ты сейчас будешь реально АФК, что тебя просто скипнет, братан. Тебя скипнет, понимаешь? Я не знаю, если ты решил в защиту играть, не пошел на Донха, не начал у него влетать. А мог. А мог на него напасть. Я так скромненько. Всего одну клеточку у него подъел. Ну и все, Зенберг заканчивает свой ход, делает здесь небольшую защиту. Со стороны Донха. С моей стороны ставит какие-то восьмерки. Но у него очень неоднородная масса. Ему очень тяжело защищать такую территорию. Так, теперь показываю. Начнем с синего. Начнем с синего. Нужно с синим разобраться. Пам. Опа! Ха-ха! Баговнула карта! Ё-моё! Ха-ха-ха! Братан, ну это анлак 2000 уровня, братан. Реально. Это просто... Это баг, он случается раз в тысячу лет. Но он иногда случается, и мне сегодня повезло. Сегодня мне повезло. Так. Ой, мне еще раз повезло. Так. Так, блин. Это мне не повезло. Я мог дальше пройти, но я решил все-таки поломать его всю защиту, чтобы он не мог ходить. Так, так. 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 Не повезло. Так. Ну тут две восьмерки в восьмерке. Просто разбит. Аликс. 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 Много раз этот баг случался, но чтобы не так жестко. Ну, Аликс, сори, это как бы игра, она посчитала, что тебе стоит проиграть. То есть, как бы... Ну, это было жестко, реально. Так. Теперь идем сюда. К Айзенбергу. Немножечко тут у него покушаем. Врывается. Врываемся, да, врываемся. Бам! Хорошо, здесь отрезали ему путь заодно. Так, ну что, что мы тут будем делать, да? Мы сделаем так. Так. Чтоб ты здесь не мог никак пройти. Так, здесь поставим четыре башни. Ну, чтобы уж точно закрепить здесь свою позицию территориальную. Так. Так, так, поставим. Здесь поставим две башни. Да, так, у меня остается мало энергии. Надо со стороны Донха тоже немного закрыться. То, может быть, что-то опасное. Опасное. Так. Так. Так, так, так. Нужно подумать. И, наверное, вот так. Все. Ну, типа, без вариантов. У меня, если уже все плохо было, надо было закрывать с этой стороны. Вот так вот. Троечки ставить. Тогда было бы намного проще. Но я ошибку тоже небольшую допустил. Но ничего страшного. С таким отрывом сейчас я просто получил очень огромный буст. Просто я получил просто около 15, не сколько там, 7. 7 и 8. Это что у нас получается? Да, 15 энергии. Просто на халяву от игры. Это жесть. Такого у меня никогда еще не было. Что мне так именно везло. Всегда везло моим противникам в основном. Мне вообще никогда так жестко не везло. Я просто сейчас сожрал всю энергию Зембера. Ну, этого. Алекса Дмитрия, да. У меня ничего нету. Да, у тебя просто нечем ходить. Тебе нужно что-то защищаться. Какая-то реклама высвечивается на экране. Что за дела? Вот, все закрыл ее. Так, ну шо? Братан, что ты будешь делать? Ну, это самая жесткая игра, в которую я играл. Прямо самая жесткая. Типа так же мне никогда еще не везло. Это реально просто дикое везение. Ну, сейчас я буду воевать, походу, со всеми тремя. Потому что с синим по чудесной воле. Но он, конечно, допустил ошибку с желтым, как бы, да. И тут прямо дико повезло мне. Думаю, без вариантов. Вот эти сейчас мои восьмерки, которые стоят в его тылу, они просто захватывают все, что у него есть. Ну, когда я буду ходить. Ну, у желтого там, в принципе, все не так плохо. Желтый пока живет. Нападает. Он открыл восьмерку зеленого. Смотри, вот видишь тебя, Лизенберг. Он открыл тебе твою восьмерку. Тебе стоит начать ходить с нее. Ну, я знал, что он пойдет через мои эти точки. Но думал, что он пойдет в гуд моей территории. У него прям такой открытый путь был. Но не пошел почему-то. Не пошел. Так, я, блин, кушать захотел, если честно. Играю в эту игру. Играешь в игры разума? Вроде бы, пока мы играем, всего меньше 20 минут. Но я уже кушаться хотел. И, кстати, знаете, игры разума начинают быстрее идти. Потому что люди меньше думают. А же нет, не меньше думают, а быстрее ходят. Обычно в играх разума люди очень долго ходят. Как и Зенберг сейчас ходил. Долго. Вот. А сейчас... Оп-оп-оп, чувак проходит. Ну, кстати, тут еще своими восьмерками. Аликс Битрин мне помог. Он как бы заградил Донху на близкий самый путь через мою защиту. И это мне очень сильно помогло. Вот, да. Но, думаю, эта игра даже будет быстрее. Я думаю, в принципе, мы сможем ее закончить за минут даже 40. Думаю, 40 минут будет идти это видео. То есть, мне кажется, еще 20 минут нам вполне хватит, чтобы закончить эту игру. Но, конечно, Донх очень сильно развивается. Смотрите, прям куча башен строится. Все везде, везде прям строят свои башни. И это очень опасно. Поэтому у меня появился гениальный план. Но я пока его никому не расскажу. Донх просто расползается. У него свои территории тоже все захвачены, как и у меня. Но при этом у него еще свои башни и на территории зеленого, и на территории синего. Очень опасно, очень опасно. Да, вот. Аликс Дмитрий уже спалил мой гениальный план. Что там, Зенберг? Что-то пытаешься замутить? Я обдумываю. Обдумываешь? Ну, давай, думай. Когда ты одинаковым числом врываешься в одинаковое число, у тебя 50% шанса, что ты ее сломаешь, либо нет. А когда ты числом меньше, то у тебя 75% шанса, что ты не как бы... Так, Зенберг, ты что, обалдел? Сломал его башню красиво. Ты можешь прямо в его территорию заходить. Да нет, лучше вглубь, понимаешь? Вглубь. Опасим, особо опасим. А я закрыл свою восьмерку, я тупой. Да, ты опять закрыл свою восьмерку, а зачем-то. Если ты вот здесь не начал идти влево, а просто пошел бы вглубь, ну так, вгнутрь, то ты бы этой восьмеркой тоже смог ходить. Красивая Зенберг, красивая. Ты можешь ей сходить просто на клетку дальше, она будет семеркой, но зато у тебя будет на клетку больше в следующий раз. Ну, этой восьмеркой, может, сломать его восьмерку, если хочешь. Может, повезет, ты пробьешь ее. Не повезло. Так, ну что ж, ты уже скиднул, что ли? А, ну ты уже больше не мог ходить, да? Да. Ставь башни, где ты считаешь нужным. В тех местах, где ты считаешь нужным. Вот это вот у меня опасно сейчас, тут битва с синим и желтым, прям, не знаю, нет, тут малая энергия. Раскидал, там, конечно, 24 восьмерки стоят, но это все на потом, на сладенькое оставлю. Начну, наверное, сейчас с другой территории немножечко. Зенберг тут пытается защищаться, да, начну с этой территории. Так, мне нужно правильно сходить, так, чтобы все было прямо отличненько. Так, сюда, 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 и сюда, да, вот. Мы закрываем, теперь сюда, 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 сюда. Сюда, 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 чтобы он тут не ходил. Так, теперь здесь, да? Здесь мы пойдем в эту сторону. Так, хорошо, прошлись куда нужно. Так, здесь у Айзенберга три восьмерки, это очень опасно, поэтому мы сделаем так и вот так. Так, и он здесь не сможет ходить в эту сторону. Отлично, я ему тут заблокировал выход. Так, ну, теперь перейдем к сладкому, к сладкому, да? Сюда и сюда, вот таким вот образом. Да, я бы таких хотел разбить, чтобы было больше в его сторону. Мне вообще пофиг на эту территорию. Так, здесь нужно поломать его восьмерку, эту, которая здесь стоит. И вот эту восьмерку нужно тоже сломать. Здесь можно поломать шестерку. Ну, свою восьмерку я здесь оставлю, в принципе, вообще пофиг на нее. Так, ну, теперь самое главное. Сначала в эту восьмерку идем в эту сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь этой восьмеркой идем сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не получилось. Этой восьмеркой идем сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пофиг, открыл его же восьмерку. Донха, пофиг на это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не получилось. Так, достаточно большой кусок я отхватил. Теперь все это защищать будет очень сложно. Ну, не невозможно, как говорится. Так, точно ли мне нужно скипать фазу? Да, я уже все сходил, скипал фазу. М-да, энергии у меня достаточно много теперь. Нужно сделать все правильно. Сходить сюда. Сюда, сюда, сюда. Тут все мы ограждаем сразу же от этих чуваков. Здесь у него тройка стоит. Ну, тройка, пофиг, может ей ходить, там нет, вообще пофиг. Так, здесь сразу же на территории Донха мы ставим две башни. Здесь мы закрываем свою территорию. Закрываем с этой стороны территорию. Здесь нужно добавить... Раз, два, три, пять. Здесь нужно добавить сюда восьмерку и сюда восьмерку. Так, 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 так. Сзади нас тоже могут здесь атаковать, поэтому мы поставим сюда восьмерку, сюда. Да, вот одну восьмерочку можно поставить, здесь она все равно перекрыта. Так, здесь опасная на самом деле территория. Нужно бы здесь добавить немножечко, а то они тут затимятся еще. Добавить немного энергии сюда. Ну, и заодно будет чем эту тройку контролировать. Можно здесь пару тройек уже поставить. Хорошо. Немного энергии у меня еще осталось для того, чтобы сделать какие-нибудь... А, ну да. Здесь восьмерку. Что надо поставить? Что-то я не заметил про этот вообще ход. Так, 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 так. Так, и куда я еще поставлю еще одну последнюю свою восьмерочку. В принципе, можно воткнуть ее куда-нибудь вот сюда. А здесь вот так вот. Бам двоечка и бам двоечка. Чтобы здесь желтый не проходил в свою сторону. Все. Я находил полностью, распределил энергию. Вроде никаких ошибок не допустил. Хотя, может, что-то и не заметил. Но это уже не так важно. Так, ходит Алекс Дмитрий. Который изначально подавал большие надежды на победу. Но теперь что-то это. Немного фейдится. Ну, ему ходить либо в меня, либо в желтого. Без вариантов. Он решил ходить в меня. В желтого открыл путь. Ну, немного они меня покоцают здесь. Ничего страшного. Да, здесь он тоже. Наверное, ничего такого не сделал. Ну, здесь все равно спину смогут с этими восьмерками пройтись. Если они проходят через меня, они открывают мои восьмерки. Которые потом на них же идут. То есть, все продумано. Все просчитано. А, у Донха там большинство восьмерок. Они просто закрыты. Через Аликса, конечно, сможет ходить. Так, ставит энергию. Куда же ты будешь ставить свою энергию, братан? Покажи мне. Зачем? Зачем ты ему сюда энергию говоришь ставить? Странная тактика, на самом деле. Я думаю, что Донху восьмеркой тоже ходить. Теперь он тут одну восьмерку себе заблокировал в эту сторону. Странная схема. Но пусть будет. Пусть будет. Они там уже димятся. Они пытаются меня выиграть. Понимаете? Они пытаются меня завалить. Вдвоем. Но пока что ничего у них не выходит. Кстати, а сколько максимальных игроков может быть от этого режима? Четверо. Мы сейчас играем на максимум. На максимум. Четверо можем играть максимум. А, минус. Только четыре игрока максимум. Только четыре игрока. Там что-то Донх ходит. Зенберга убивает. Но Зенберга тут все... Ну, я даже не знаю. У Зенберга даже все лучше, чем у синего. У Аликс Дмитрия не так... Да, ну, смотрите. Донх не смог закрыть здесь все полоси. Уберется обе педнички перекрывать. Все, он захочет, конечно. Ну, да. Вот у меня войдет. Это было очевидно. Это было ожидаемо. Но недалеко. Видите, как бы... Моя защита, она, в принципе, его это... Сдержала. Сдержала как надо. Как надо сдержала. И теперь будет очень интересно. Очень интересно. Сейчас у него тут еще восьмерка где-то была. Ну, да. По моим прошелся. Это тоже было ожидаемо. Но, типа, ничего такого. У него не так много энергии сейчас, чтобы... Все это застраивать полностью. И тут, и там, и сям. Он сейчас должен решить, куда же он раскидает свои поинты энергии. Во-первых, ему надо защитить свою территорию. Потому что сейчас он потратит очень много... Почти всю свою энергию. Он потратит сейчас вот на эту точку. А зря. Потратил. Потратил всю. Ну, это глупая тактика, мне кажется. Потому что все, что он захватил, он не сможет это никак реализовать. Смотри, у него там энергия. Ну, 100 у него максимум. И здесь он уже закинул вправо уже половину всей своей энергии. Очень опасно. Очень опасно. Так, одна сюда, одна сюда, одна сюда. Я уже вижу, как я буду ходить. Но еще неизвестно, как Зенберг сходит. Потому что надо попортить карту. Хотя, мне кажется, Зенберг играет как раз-таки против Донха. Потому что Донха тоже попортил малину, когда он на него зашел. Это я твой хейтер тут. Это хейтер Донха. Так, ну что, будешь как ходить-то, братан? Так, Зенберг тут захватывает желтого. Меня немного тоже захватывает. Ну, в принципе, он захватывает точки желтого, который захватил желтого меня, ничего страшного. Ну, который я захватил у тебя, Зенберг. Зенберг уже просто понимает, что он здесь не выиграет, походу. Ну, пытается еще что-то сделать. Ну, максимум пытается выжить, да. Да, у меня вот красная такая территория. Вот немного вируса ко мне попало, желтого. Ничего страшного, ничего страшного сейчас. Он, конечно, выгонит меня отсюда. Мою восьмерку. Но это ненадолго. К нему он зеленый хорошо заходит. Здесь, ну, смотрите, где-то здесь семерки. Ты можешь прям войти в него. Прям вообще залететь к нему прям этими семерками. Вот этими двумя просто. Получили. Одна прямо туда идет, другая прямо. Просто по прямой туда. Ну, может, конечно, бочком. Странно, тактика, конечно. Ну, где вторая семерка здесь стоит, Сантре. Он защитил одну мою восьмерку, но две твои семерки он почему-то пропустил. Странный стартек. Дон. Вот, тебе вот еще восьмерка, еще он тебе кучу. Он еще тут восьмерку открыл, которую ты тогда потерял. Так, вроде, все, а нет. Мою восьмерку поломал. Красавчик, красавчик. Все правильно делаешь. В принципе, Зенгер после его хода даже очень много очков и затем я как-то отхватил свою территорию обратно. Прямо видно, что везет. Ну, синего, да. Ну, Алекс просто столкнулся со мной. Стоять напротив меня было достаточно проблематично для него. Так, что в принципе? Это был роковой рандом. Ну, скипай тогда. А, ну, только не скипай. Ставь энергию. Не забудь поставить энергию, значит, тебя проиграешь. Давай. Оп. А кто-то, помню, мы с кем-то играли и он отключал, у меня не ставятся эти штуки, не ставятся эти штуки. Закрывает. Смотрите, если перекрывает меня, чтобы я здесь не ходил. Красиво, красиво. Пытается сделать все, чтобы я здесь не сходил. Причем хорошо меня здесь закрыл. Донг, конечно, тоже красавчик. Закрыл так мои блоки, чтобы потом Зенгер по ним прошелся. И... Мне теперь здесь будет сложно ходить. Вот эта единичка моя, она здесь не мешает. Ну, очень сильно мешает. Все благодаря тому, что я в Донг вкинул этот вирус. На котором потратил просто кучу энергии. Прямо радуюсь, что я сделал этот правильный ход. Теперь мой тур, наконец-таки. Начну вот раз с этого территории. В прошлый раз начинал с другой. Так, это мы захватываем. Это мы... Не знаю, что делаем пока. Да, можно сделать так. 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 В том, где делать... Так. Не сделаем вот. Так, 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 так. Все, отлично. Куда мы избавились? Теперь делаем так. Не повезло. Здесь у нас вот восьмерочка. Сделаем сюда ход. Нормально. Так. Здесь у нас две восьмерочки какие-то непонятные. Двоечка какая-то. Ну, можно сюда сходить так. В том, значит, сходить сюда. Так. Все, синего сразу же избавиться. Он мне немного надоел здесь. Так. Хорошо. Здесь сходить сюда. Нормально. Так. Сейчас нужно аккуратно сходить, чтобы мне открыть его восьмерки с этой стороны. Входим сюда. 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 Сюда, сюда и сюда. Повезло. Красиво. Так, его восьмерки закрыты его же блоками здесь. И я нормально все сделал. Так. Здесь мы входим вот в эту сторону. Отлично. Здесь мы потом ставим три восьмерки. Он будет долго ломать. Так. Здесь у нас, значит, война. Пятерочку сначала возьмем, которую все-таки никто не закрыл. И реализуем так, как я хотел ее реализовать. Все, я реализовал. Теперь здесь у нас, значит, восьмерка. Зенберг здесь стоит. Мы ее ломаем. Хорошо. Получилось. Эту восьмерку тоже ломаем. Получилось. Блин. Двойное везение. Сегодня мне придет, но прямо жестко везет. Так, Донка отсюда убираем. Пусть он в Зенберге не мешает и мне развлекаться с Зенбергем. Оп. Красиво. Мой вирус здесь хорошо так засел уже. Сюда, сюда. Тройку. А то, не знаю, если я открою, тут восьмерку надо. Так открыто, в принципе. Можно садить. А можно сделать просто вот так. Ну, не получилось так. Как и тройка, восьмерка стоит. Нужно будет их закрывать тоже. Каким-то образом. И, кажется, мои ходы подошли к концу. Да. Можно скипать. Ставим тут энергию. А что-то синего уже нет, да? Ну, синему, да. Синему уже заняли. Да, мастер любит баги вязать. Ну, это... Алло, алло. Они сами завязались, я вот ни при чем. Типа, я не хотел вязать баги, они сами завязались. Так, здесь, на всякий случай, закроем этот вход. Вдруг кто-то здесь пытается пройти. Сюда, 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 сюда. Здесь тоже перекроем земель, верно, все ходы. Так. Полностью на всей границе. Нужно полностью всю границу здесь выстроить. Вот сюда поставить еще два блока. Так, здесь сбоку тоже можно поставить. Так, у меня тут еще три клеточки. Пам-пам-пам. С этой стороны нужно тоже сделать вот так. Ну, и мы сюда сходим. На один с ним, и там уже будет все решено. У всех так мало энергии. Ну, Донг, с этой стороны, кучу восьмерок своих зажал. Поэтому у меня к ним никаких претензий нет. У меня только она здесь немного развалит. У синего всего три энергии. А, он влил. Ты все... А, ты уже сходил, что ли? Все энергии в одну башню влил? Ну, братан, она тебя никак не спасет, честно. Ты уже... Да не-не-не, не нажимай на кнопку, да игра забагаться может. Так, Донг тут поломал мои восьмерки. Ничего страшного, бывает. Такое бывает. О, он заметил, что он может здесь захватить все точки. Вау. Вау, Донг. Раз. Ну и все. Ходы кончились, братан. Ставь энергию. Раскидай ее правильно, так как нужно. Это все равно тебе не поможет. Ну, окей. Странная восьмерка. Странная тут восьмерка. Очень все странно, но... Стараемся реализоваться здесь по полной. Я уже даже представляю, как я буду это делать. Есть два варианта развития событий. Ну, шо, готовы? Что-то там землирку еще створить. Ой, ломает мою восьмерку, смотрите. Все, война с Демастером началась и закончилась за один ход, да, Зенберг? Ну, все, да. Да, просто закончились ходы. Ой, восьмерку ему подломал. Ну, тут ты можешь на Донг, конечно, пройтись. Ну, тут у тебя, смотри, две восьмерки стоят у него в тылу. Просто берешь и захватываешь у него тут все. Офигеть, тут прошелся, по-другому, конечно. Да ломай его! Зачем ты его послышал, Зенберг? А че ему еще делать? У него либо ходить, либо не ходить. Он получает энергию таким образом. Он с тебя получает энергию. Он тебя ждет, и твою энергию забирает себе. Ты откроешь ему восьмерку и сюда пойдешь. Да, я сбежу. Если ты пойдешь сюда, то вполне откроешь ему восьмерку. Получишь ту же самую энергию. Вот, видишь, анализирует. Тут ты... Зачем ты пытаешься в эту единичку пробиться, ты откроешь ему двойку, которую он с самого начала закрыл? В двойке, конечно, такое себе. У тебя еще тройка осталась. Он больше энергии взял, правильный выбор. Так, ну и все, ходы у тебя, кажется, братан, закончились. Да. Решай, что будешь делать. Потому что сейчас будет мой ход. И за свой ход я собираюсь пожрать как минимум еще половину карты. Хочу захватить все 50%. Хотя у меня уже и так почти 50%. Мне даже, наверное, больше, чем 50%. Да, потому что этот кусок плюс там кусок. Думаю, у меня уже больше 50% карты. Так. Главное, чтобы мне вылетел интернет, как на прошлом видео. На прошлых игре с разома. У меня в прошлый раз вылетел инет. Это было не очень круто, я вам скажу. Зимбер тут мне палки в колеса вставляет. Ну, посмотрите. Ну, это же тебе не поможет, братан. Ну, что ты делаешь? Ну, пытаюсь выжить максимум. Мы же выжить максимум. Ну, ты же не выжить здесь, ты же это понимаешь. Ты же понимаешь, что сейчас вперед папа, да мастер. Смотри, ну, что же папа, да мастер, да смотри. Так, 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 так. Ммм, может сделать так, потом так, 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 теперь так, так, так. Эту восьмерку, конечно, просрал немножечко, но ничего страшного. Эту восьмерку я не буду в эту единичку входить, нет смысла. Так, так, так. Сюда. Просто лавина, понимаешь? Лавина тебя закатывает, братан. С стороны вообще, без вариков. Мне что, синего не жалко. Синего мы сейчас убьем. Не успокойтесь, синего мне вообще не жалко. Так, так. Сюда, сюда. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, хорошо, здесь пока остановимся. Прям синего добьем. Сюда, сюда. Здесь. Так, так, так. Бам! Минус синий. Хорошо. Так, теперь мы делаем такой вот ход и такой. Зачем мы это сделали, сейчас объясняю. Вот, чтобы сделать вот так вот. Открываю кучу восьмерок с одной стороны, да? Но с другой стороны я кое-что интересное делаю. Кое-что интересное. Так, здесь у нас восьмерка еще жива. Она не закрыта, мы полностью захватываем эту часть. Так, так. Так, так. Хорошо, стопроцентный вариант. Так, мы еще не всеми ходами сходили. У нас еще есть ходы. А именно вот здесь. Мы будем делать так. 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 Ну и кажется ходы закончились. кажется да сюда ставим башню сюда ставим сюда 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 так потом ставим башни тут 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 здесь тоже сделаем одну башню лучше даже две вот так вот все друг сельдер задумает как быть хитрый план так немного энергии не осталось нужно сделать двойную защиту ну это конечно уже такое чисто предосторожности потому что вдруг что-то подчеркать чем может чувствовать но есть рандомные вероятности с поняша играл поняша делает вещи в этой ситуации он может но магет имеет практику сюда еще восьмерку поставлю все я сходил я закончил свой длинный длинный ход теперь вам ребята не знаю что остается жрать друг друга только пока не придет папа и не съест вас так ну давай домашнего домашнего шансов вообще нет да не знаю кто из вас эти первые проиграет ты или дон хобби лекции реально бороться за второе третье место типа друг друга сожрать побыстрее вот но решать буду я кто будет вторым то третье ну алекс дмитрий умер первый я был самым сильным игроком поначалу мне так казалось поэтому я избавился от сильно ну кто знал конечно очень много ошибок допустил так бы у тебя был бы шанс вот и с донхом большую ошибку допустил в тебя вошел будет попортить все плавно стоит просто 2 энергии до поставили с того чтобы бессмысленно защищаться в том ситуации где и так войну в те странность что странным земли входит я мало ходом осталось грамм ты можешь сделать я просто беспокоился что вы тут затимитесь и решите войти в меня чтобы жать немного территории но этого не сделали поэтому что там шепчется ничего не слышно так зенверку захватывает донка по полный почти забрал всю его энергию не примерно одинаково час энергии у зенберга и донка еще одна восьмерка осталось грамотно сходит не стал почему-то ломать мои восьмерки странно мог бы сломать попробовать там самую безобидную нормально так ну что будет делать зенберга и смотрим я еще восьмерка есть смотрим восьмерка еще есть троечка еще есть вертон восемь и три последние твои ходы перед сказью думаю следующий ход мой будет либо последним его прям предпоследним думаю осталось два хода реально вот следующий мой ход и потом уже будет заключающий 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 ход так ну что ж макси энергию так эту часть мы полностью захватываем здесь мы захватываем и потом лавины проходимся во всей этой территории лавиной просто закатываем ну что ж ребят проверяйте проверяйте это сюда 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 это сюда так это пойдемте восьмерка сюда 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 здесь значит сюда 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 все это часть полностью моя можно начать не париться сюда до вас семерка пойдет в эту сторону по краешку это сюда это тоже сюда но это сюда хорошо здесь значит нам нужно будет воспользоваться вот эта восьмерка она здесь полностью все порабощает сзади ваша нам не нужна на такую маленькая нужно добить кое-что здесь еще сразу все красиво смотрится на меня уже план появился ландоплан уже появлялся зарождался зародыше было только план видеть до Так, ну что мы будем делать здесь? Сюда, сюда Сюда, сюда, сюда Сюда, сюда Сюда, сюда, сюда Так, теперь здесь Восьмерочка будет сюда Это восьмерочка сюда Это восьмерочка сюда И сюда можно больше Заходить территории Бам Хорошо 253 энергии, ребят, проверяйте Да, я одну энергию сюда Последний желтый остался Я просто скипнул Я начну запределиться по моей башне, смотрите Сейчас скипается, скипается Просто долго, потому что у меня очень много энергии Бам Все выросло А что, сюда не дал? А, туда не дал, блин, забыл Ну, а там, ладно, забей это Такой ход Забыл совсем про эту энергию, блин Еще у меня одна очейка Ну, ты можешь ее прокачать О, да Ладно, так как Зимберг играл первую игру Тому убьем первого донха Эй А, мы не можем убить первого донха, блин, братан Да Хотя, ладно Алло, не, а Зимберг играет Так, все, скипаем ход Донх, прости, такова жизнь, братан Сынок, прости Но ты выбрал не ту сторону Бах, просто как все растет Ты посмотри, как все растет просто, по жести Давай, ходи, Зимберг Я могу пропустить фазу, лол Пам, ой Прости, Зимберг, я случайно тебя первого съел Это был двойной обман Эх, приятно смотреть на всю эту паутину мою красную Красную паутину Ну что ж, дорогие друзья Вот такая у нас была серия в контролс 45 минут, между прочим, не так уж и долго Обычно у нас были по полтора часа, по два Ну что ж, на этом все С вами был Демастер Спасибо за просмотр Если вы хотите больше контролса На моем канале, то ставьте 4000 лайков И выйдет следующая серия У нас с вами был Демс Ну и также еще был Донх Всем пока Алекс Пока И Зимберг Всем пока и удачи Да, заходите в наш Тим Спик И у вас будет шанс тоже попасть на съемки Ну а там все Всем пока-пока